В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! На днях завершился проект Центра детского развития IQ Kids. Тема проекта – «Горский этикет». Руководила этим мероприятием основатель Центра детского развития Зухра Токова. О том, что из этого вышло в эти минуты в нашей студии, автор расскажет моей соведущей Бэлли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Зухра! Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Зухра, я знаю тебя уже некоторое время, и я знаю, что ты педагог. И вдруг в один из дней, листая социальные сети, я вижу тебя. Идешь по городу, просто по городу в национальном платье. Все оборачиваются, у тебя и шапочка, и это шикарное национальное платье. Это что за перформанс был? Ты его сама придумала, где-то подглядела. Что за проект был? Ну да, Бэл, вы правы, вы правильно заметили. Это было связано с тем, что у нас был осенний лагерь, и тематика осеннего лагеря – это была культура, традиции и этический кодекс кавказских народов. В связи с этим нам нужно было снять какое-то интересное видео, показать эстетику нашего платья, нашего народа, наших народов. И мы решили снять это видео. Ты идешь по городу, тебя снимают, и просто прохожие смотрят. Мы хотели показать. Просто я часто слышу, что девочки хотят ходить в национальных платьях, но они стесняются. Но вы не поверите, Бэл, когда я надела это платье, у меня был такой психологический комфорт, такой подъем. И, наверное, даже на видео это передается, насколько комфортно я себя в нем ощущала, насколько комфортно я себя несла. Мне кажется, что это, наверное, генетика наша. Просыпается, и ты вот в той одежде, в которой ты должен ходить. Вот такие были у меня ощущения. А люди как реагировали? Да прекрасно реагировали. Я очень боялась как-то обесценить платье, показать его смешным, что ли. А в конечном итоге оно вызвало только восторг, и люди очень восхищались. Мне люди улыбались, они почему-то со мной здоровались. Ну и особенно интересное видео получилось, где дедушка со мной поздоровался. То есть получается, что дедушка прошел полгорода, встретил меня, и у него такой душевный порыв, что он захотел со мной поздороваться. И вот это видео, мы его отдельно сделали нарезкой, оно вызвало неописуемую восторг у людей, и у меня лично тоже, потому что мы с ним поздоровались, и у меня такое тепло в душе было. Я не могу передать. Вот я сейчас хочу теперь ходить в таких платьях, чтобы со мной здоровались дедушки, Белла. Я знаю, что ты даже планируешь пошить такие платья, но более такие современные. Да, чтобы мы могли в современной жизни в них ходить. Помимо этого, также работает твоя школа. Какие у вас там новости? У нас очень хороший лагерь прошел, нам очень понравилось. Мы с детками из урока в урок, вот у них были занятия ежедневно. Мы разделили дни, у нас был день про карачаевскую культуру, про абазинскую, про черкесов. И вот на каждом занятии, получается, каждый день был посвящен определенному народу. И когда дети просто поняли, что из занятия в занятие, изо дня в день, мы поняли, что, в принципе, этический кодекс угорских народов, он один и тот же. Зашел старший, встаешь. Старшего пропускаешь в глубь комнаты. Ну, вот такие совершенно элементарные вещи. Идет дедушка, бабушка, нельзя обгонять, нельзя перебегать ему дорогу. То есть проявлять уважение к старшим. Ведь очень многие дети сейчас этого не знают, согласитесь? Насколько им это интересно? Ну, интересно было слушать. Очень интересно. И потом, по итогу лагеря, мы провели целую викторину. И мы задавали вопросы. Что вы усвоили? Какие вещи? Вот то, что повторялось изо дня в день. Какие-то самые базовые вещи. Быть может, это даже для сельских, да, детишек. Это может даже смешно. Это элементарные вещи. Зашел старший, ты встал, уступил место. Зашел старший, ты его сажаешь в глубь комнаты. Вот для сельских ребят это норма. Но когда детки растут в городе, они уже многих вещей не знают. Вот то, что я хотела им донести, мы им донесли. Ну, очень-очень интересно было. Спасибо тебе за участие в нашей программе. Дальнейших успехов тебе в твоей работе. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 в «Вести» Крачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...